всем привет с вами Наталья Сафронова в этом ролике я вам расскажу о пяти рекомендациях полезных советах для руководителей которые помогут вам повысить мотивацию в команде для выполнения бизнес задач первое это когда вы организовываете совещание или рабочую группу это такой популярный инструмент для работы с людьми через совещание рабочей группы обязательно обозначайте цель или повестку дня потому что когда в процессе совещания возникают такие скрытые повестки дня то обычно руководитель же к ним был не готов и он иногда это подавляет поэтому очень важно либо помочь команду собрать актуальную повестку дня по данному вопросу либо же та повестка дня которые вы планируете обозначить оповещайте о ней заранее чтобы люди были готовы и эффективно вкладывались в то время которое отведено на совещание следующий полезный совет это когда вы ставите задачу иногда такое бывает что мы не спрашиваем как бы подчиненный это выполнил да а мы предлагаем ход исполнения задачи что и как нужно сделать то в этот момент полезно не просто сказать что и как делать но и зачем это делать очень важно сращивать те действия которые вы предлагаете выполнить сотруднику с теми смыслами и важными ключевыми моментами как лично для него так для компании в целом чтобы это все вместе такой вот энергетический движок включается тогда то есть человеку очень тяжело делать когда он не понимает зачем сила смыслов это сила энергии в действии которая помогает людям мотивированы и энергично двигаться к целям иногда руководитель думает что вот я цель обозначил один раз в год и вроде как все ее должны понять и все про нее должны помнить это не так на самом деле полезный совет про цель то да потому каждый день в каких-то разных источников коммуникации или коммуникативных каналах проговаривать потому что иногда я на своем опыте замечала что цель казалось бы вот уже три месяца про нее говорю и только в какой-то момент у людей глаза по-другому начинают гореть о наконец-то дошло что от них требуется и полезный совет заключается в том что проговаривайте цель столько сколько и нужно и так часто как нужно для того чтобы люди и на самом деле усвоили поняли и она включилась у них потому что когда цель извне она не всегда быстро быстро срабатывает следующий полезный совет который я вам хочу дать всегда верьте в людей и верьте в их потенциал потому что если вы изначально разговариваете с человеком и вы думаете что он бестолковые ленивые безответственные и на него нельзя положиться то по самоисполняющемуся пророчества скорее всего так и получится но если вы изначально верите в человека что он ответственный инициативный талантливый и у него много идей как реализовать цель или задачу то с большей вероятностью он проявит себя именно то как вы его видите потому что и стиль коммуникации будет совершенно разные в первом и во втором случае попробуйте понаблюдайте и вы заметите разницу и еще один очень интересный совет помните о том что на каждое изменение всегда у людей возникает сопротивление какими бы они не были высоко квалифицированными талантливыми или долгое долгое время работали в компании на любое изменение возникает сопротивление это еще мы на физике изучали сила действия равно силе противодействия на самом деле сопротивление даже если мы вспомним как самолет набирает силу и скорость он преодолевает с большой скоростью силу трения таким образом нарабатывает взлетную мощь свою поэтому команда когда она имеет сопротивление обязательно нужно уделить этому внимание поговорить о том что беспокоит людей почему они думают что у них это не получится и в этом сопротивлении вы вскроете множество мельчайших деталей которые вместо того чтобы замалчивать помогут продвинуть компанию команду к цели поэтому совет такой помните про то что сопротивление есть всегда на любую новость и уделяйте этому внимание вашей коммуникации